Привет друзья, добро пожаловать на самый жаркий канал. У нас сегодня очередной печной обзор и на печном обзоре у нас будет линейка печей Кловер. Шлата Кловер это итальянские качества, помноженные на традиции камнерезов России, потому что облицовки делают Эль Крум. Ну и естественно пройдем к самому модельному ряду. Поехали! Кловер достаточно большая линейка банных печей, которая способна удовлетворить любого пользователя на любой объем парной. Обзор мне хотел бы его начать вот с такого гиганта. Это печковер, который рассчитан на объем от 50 до 100 кг в Америке. То есть по сути дела от этого печка для коммерческих парней, для какого-то банного комплекса. Посмотрите, какое большое обзорное, панорамное окно. Я думаю, что оно даже способно для деда подкомпорировать с небольшим камином. То есть если вы хотите дать своим гостям возможность насладиться игранием огня, то вот такая вот топочка. Я думаю, что это скорее всего все-таки самая большая степа банных печей, которую я видел. Ну, сама облицовка это бразильский кальпомагнезит. Очень красивая. Реально можно сделать вообще все, что угодно. Кстати, кого заинтересуют вот эти вот печи, приходите к нам на сайт. Мы всю эту линейку вам расскажем, покажем, какая лучше подойдет конкретно в вашей баре. Идем, значит, дальше. Если это большая печка, то следующий вариант печи, это уже для частного применения. Обратите внимание на новую тезь, которая называется «Стола». То есть это такая вот хорошая печка. Я ее даже на самом деле тестировал в одном из комплексов, поэтому могу смело сказать, что вот если хлопья пишет, что это на 45 кубов, то это смело можно брать на 45 кубов, потому что печка со своей функцией справится на все 100%. Что можно сказать? Ну, наверное, самый явный вопрос касаемо цены. Цена немалая, но за эту цену вы получаете печи, которые выполнены целиком из-за установки марки «Сталик». Вот такие вот красивые различные формы изделия, которые радуют в парной вас теплым теплом. Естественно, так как все это в «Стальке», то все печи имеют закрытые каменки. Это, кстати, вот мы пришли уже в такой более локтевой линейке. Она тоже рассчитана как на камерцию, так и на частное применение. Но здесь уже идут стальной профиль, когда вставляется. Соответственно, там лицовка. Там лицовка реально очень красивая. Вот прям просто ухленно. Это мы проговорили с вами три варианта печи, которые рассчитаны на большой объем. Но помимо этого у пловера есть печи, которые рассчитаны на более легкий объем. Поговорим. И к ним мы сейчас смогут прикрыть. Переходим к малюткам, но это образное выражение, потому что это малютка, способная прогреть по двое до 35 кубов. Внутри закрытые камены. Показывать не буду. Обзоров на этих печей достаточно много у нас на канале. Сюда загружается камень. Что сказать? Здесь есть вот специальные вот такие вот ванночки, которые позволяют использовать печь в каких-то запарниках. Они вот установлены достаточно плотно, но вытащить, помыть их можно. Вариантов подключения к дымоходу у печей тоже достаточно много. Это может быть выход вверх. Это может быть выход вбок. То есть на любое ваше желание есть готовое решение. Следующий вариант, это как раз таки уже средняя печка. Двадцатка рассчитана на небольшой объем. То есть это вот как раз таки для частных небольших каменных до 20 кубов. Ручка не обжидает и в воде помещается достаточно большое количество камен. Дымоход здесь проходит по центру. То есть камни внутри каменки, они обволакивают не только само дно топа, не вверх топа, но дополнительно прогреваются еще дымоходами, которые установлены посередине. Это достаточно хорошее, скажем, прямое решение, которое позволяет нагревать камни до температуры свыше 500 градусов, не в ущербстали, потому что еще раз, сталь здесь аустонитная, это 310-я, насколько я помню, марка стали. То есть печь рассчитана на температуру до 1100 градусов. И вот такая вот тоже новиночка бут номера. Вот в такой вот облицовке серии, да, я видел. Это очень мощная печь на 50 кубов. Красота, да. Можно ли сказать, что это печь для бани? Да. Можно ли сказать, что это печи для достаточно такого индивидуального дизайна? Несомненно, потому что вы увидели, что дизайн у печей очень красивый. Ну и помимо этого, эту печь, печной угол, можно охранить дополнительно плиткой, тоже дизайнерской, на любой вкус. Куда мы сейчас к плиткам перенесемся, я вам покажу, какие они есть. Для печного угла Талькру делает вот такие вот эксклюзивные варианты плиток. То есть берешь и понимаешь, что каждое из них это произведение искусства. И подобрать под свой уникальный дизайн можно любой рисунок. Рисунок может быть как сотый, да, кирпичики, так и индивидуальный. То есть можно сделать вот такой вот резной. Да, цена, конечно, не маленькая, но зато это будет печь, это будет парилка по индивидуальному фашиву. То есть это хендмейт, который позволит не только насладиться по-настоящему русским, хорошим, крепким паром, но также будет радовать глаз и, ну, на самом деле, будет вызывать некую зависть у соседей. Ну вот наш кратенький печной обзор подошел к концу. Кого заинтересовали печь и пловер, добро пожаловать на наш сайт ruspark.ru. Расскажем все по правде, покажем все по чесноку, ну и, соответственно, установим, привезем и сделаем так, чтобы вам понравилось. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих роликах. Редактор субтитров А.Семкин